Потому что вот люди, склонные к избуточному весу, им трудно на этом остановиться. Они почему-то думают, что спорт – это эпидемия, понимаете? Что это должно быть какое-то самонаказание, что-то вроде самобичевания. Это должно быть, что нужно страдать, ибо страданиями очистимся. Нужно как-то наказать себя за все те пищевые грехи, которые накануне совершили. Ну как? Ну ведь спорт без преодоления не достигнешь. Вот нет, как раз фокус в том, что не надо преодолеть. Ну как бы можно там преодолевать, но не в пищевом поведении. В пищевом поведении не нужно преодолевать себя. В пищевом поведении, ну и в поведении для снижения веса, нужно с собой договариваться. Поэтому вовремя закончить тренировку с чувством бодрости – в этом секрет. Смысл в том, что, к сожалению, съедаются калории очень быстро, а сжигаются они очень медленно. То есть это прямо несопоставимо. И вот эти вот иллюзии о том, что при помощи спорта я что-то там сожгу, они ведут нас в пропасть. В эфире наше стройное радио. Здравствуйте, друзья. Настало время нашего воскресного получающего эфира. Как обычно, в воскресенье вечером я рассказываю что-нибудь полезное для тех, кто хочет научиться правильному пищевому поведению, стройности и здоровому образу жизни. Итак, физическая активность, конечно же, важна для снижения веса. Если вы хотите сбросить вес и сохранять результат, вы должны помнить несколько важных фундаментальных вещей. Первое. В процессе снижения веса спорт не помогает. Особенно, если вы женщина. Это прямо краеугольный камень. В процессе снижения веса всеми правдами и неправдами мы уговариваем людей на увеличение физической активности. Сейчас я расскажу, что это такое. Чем спорт отличается от физической активности. В процессе снижения веса лучше легкие физические нагрузки, танцы, плавание, прогулка, вот это вот все. На этапе фиксации веса, в первый же день фиксации веса, для тех, кто может быть недавно слушает эфир и ничего не знает о программе, снижение веса делится на несколько этапов. Первый этап вводный, потом этап активного снижения веса, потом этап фиксации, потом этап сохранения результата. Очень важно понимать, где вы находитесь. Где я? Мой любимый вопрос. С годами, который становится все более и более актуальным. Кто я? Где? Что вообще происходит? Это очень многие ответы. Зависят от того, где вы находитесь. Можно ли заниматься спортом? А вы сейчас на каком этапе? Если вы на этапе снижения веса, лучше не надо. Но если вы на этапе фиксации веса, пожалуйста. Опять же, добровольно. Я прямо не настаиваю. Это личный выбор каждого. Но, конечно же, это было бы неплохо. На этапе фиксации веса. Почему спорт мы переносим туда? Потому что спорт это хорошее средство коррекции фигуры. То есть, при помощи спорта мы наводим красоту после снижения веса. Где-то чуть-чуть убрать, где-то может быть чуть-чуть подбавить. Может быть, повлиять на вот эту формулу соотношения жира и мышц. Потому что она прям очень важна. Я вам честно скажу. В плане перспектив по здоровью, она даже важнее, чем цифра на весах. То есть, получить просто, например, вес 69, это как бы лучше, чем 169. Но как бы еще ни о чем не говорит. Важно еще, из чего эти 69 сложились. Сколько в организме жира, сколько мышц, сколько воды. Вот эта формула тоже имеет значение. Потому что при одном и том же весе 69, люди могут выглядеть очень по-разному. Потому что мышцы в три раза примерно меньше по объему, чем жир. Соответственно, люди, у которых вот это соотношение в пользу мышц, они и выглядят по суше. Это кому-то нравится, кому-то не нравится. Это вообще все равно. Но если у человека какие-то чрезмерные представления о красоте, какие-то чрезмерные какие-то представления о прекрасном, ну что прямо вообще не должно быть ниже римки. Но это достигается вот исключительно соотношением вот этой формулы. Но еще один очень важный момент. Мышцы, если они в организме есть, они, конечно же, влияют на основной обмен. Несмотря на то, что мы считаем расчетный основной обмен, и мы, по сути, было бы неплохо делать анализ состава тела, это тоже учитывать, но вы все знаете, наверное, да, что мышцы на свое существование как бы отнимают у организма энергию. Ну, то есть забирают больше. Основной обмен как бы выше у тех людей, у которых соотношение мышц к жиру там выше. Соответственно, конечно же, достаточное количество вот этого мышечного каркаса помогает сохранять результат. Но вот прямо огромного труда мне стоит убедить людей подождать со спортом. Потому что почему-то все считают, что если ты начинаешь худеть, значит, надо все убиваться в спортзале, сразу записываться одновременно везде. Успеете на блины, всегда говорю я. Ну, вот те блины, которые по 10 килограммов, там по 15. Блины вот эти вот никуда от нас не убегут. В первый же день фиксации веса вы вырываетесь в спортзал с криками «Кто тут звал меня на блины?» Но в процессе снижения веса все-таки лучше легкие физические нагрузки, как я уже говорил. Иногда это называется кардионагрузки. Иногда это называется там аэробные нагрузки. Иногда это называется там по-разному. Танцы, плавание, йога, прогулка, зарядка, ходьба под музыку. Вот этого всего прямо достаточно. Что здесь нужно учитывать? О чем нужно помнить? Почему спорт не помогает? От спорта в процессе снижения веса может расти мышечная масса. И иногда это нам не очень помогает. Почему? В чем, как бы казалось бы, вы только что говорили, что мышцы это хорошо. Мышцы это прекрасно. Но мышцы тяжелее жира в одном и том же объеме. И, соответственно, иногда бывает так, что жир уходит, а мышцы растут. И в итоге у человека вес стоит на месте. И человек вообще в ужасе в каком-то «Да я уже убиваюсь на спорте! Да я уже на таком дефиците калорий, а вес у меня стоит как вкопанный! Да я, наверное, все-таки проклята!» Все-таки это жировой сглаз. Все-таки надо, чтобы, как сказали на прошлом эфире, надо, чтобы все-таки отшептали меня от жирного сглаза. Что-то со мной не то. А дело в том, что там меняется состав тела. Можно, конечно, проверять себя по анализу состава тела. Но, если есть у вас возможность его делать, это хорошая мысль, хотя бы раз в месяц смотреть, как меняется состав. Но иногда нет такой возможности, и это может демотивировать. От спорта все-таки увеличивается тяга к еде. Часто люди, которые занимаются интенсивно спортом, им сложнее выдерживать дефицит калорий. Даже учитывая то, что мы делаем мероприятия по снижению тяги. Мы делаем там психологические приемы снижения тяги к еде. Все равно на уровне повышенной физической нагрузки дефицит калорий выдерживать бывает сложнее. И, соответственно, нам как бы выгоднее на период снижения веса перейти на легкие физические нагрузки и вернуться к интенсивным, если есть такое желание, занятием спортом уже в первый день фиксации веса. Это хорошая стратегия. Очень часто резкое прекращение занятия спортом организм воспринимает как метаболический сигнал к набору веса. Поэтому, прямо, не дай бог, по уважительной причине зал закрылся, заболело, там еще что-то. Если человек занимался, занимался спортом, потом вдруг перестал, всегда резкое снижение физической нагрузки организм воспринимает как метаболический сигнал к набору веса. Часто именно вот в такие моменты мы видим, что вес переходит в плюс. Поэтому спорт требует осторожного обращения. Важный момент. Мужчины могут сбрасывать вес и заниматься спортом. Особенность такая гормональной системы такая есть, что для женщин скорее нет. Скорее нам приходится удерживать людей от этого, потому что от этого больше проблем. И, конечно же, очень часто люди склонны к избыточному весу. Удивительно. Но это люди, ну не то чтобы отчаянные, но люди, которые привыкли, как бы у которых вначале буря и натиск, вначале огромный энтузиазм. Это люди, которые хорошо начинают, но почему-то в процессе склонны испытывать проблемы с устойчивой мотивацией. Я вот так вот мягко скажу. И очень часто в первый же день она дает чрезмерную нагрузку, у нее болят мышцы, у нее там все отекло, там вообще начинается повышенная тяга к еде, ничего не получается, это не мое, начинается вот это все вот метание бессмысленное. Поэтому, конечно же, достаточно увеличивать физическую активность в процессе снижения веса. Как мы это делаем? Для начала нужно измерить стартовый уровень физической активности, потому что люди, которые приходят на программы по снижению веса, очень разные. И достаточно часто ко мне приходят люди, которые думают, что они ведут малоподвижный образ жизни, а по факту нет. Для этого мы используем такой прием, как шагомер. То есть все, кто начинают программу по снижению веса, я прямо настаиваю, чтобы самый простой, самый доступный, но все-таки какой-то шагомер одели. И мы в первые же дни видим, какая у человека физическая активность. Значит, вот эта вот шайтан-машина показывает к концу дня некую цифру, причем, друзья мои, физическая активность измеряется в шагах. Но это не обязательно шагать. Вы плывете в бассейне, шагомер считает это за шаги. Вы там делаете зарядку, шагомер считает за шаги. Вы, женщина катит коляску, руки на этой ручке, переложила шагомер в карман, шагает, катит коляску, шагомер это все считает за шаги. Правило очень простое. Шаги, это не значит, что вы должны нашагать. Шаги, это единица измерения физической активности. Если вы хотите худеть хорошо, к концу дня ваша физическая активность должна быть 8, в диапазоне 8-12 тысяч шагов по шагомеру. Вот обычно хотя бы 8. И для начала, если вы хотите худеть быстрее, если Новый год к вам мчится, и скоро все случится, и вы прям чувствуете уже вот этот новогодний запах, вот в воздухе, вот это уже предчувствие какого-то праздника, предчувствие вот этой вот гульбы и веселья. Вы уже, и прям надо прям срочно сбрасывать вес. Конечно же, достаточный уровень физической активности поможет вам в этом. Обычно люди, у которых физическая активность по шагомеру больше 12 тысяч шагов, показывают более интенсивный темп снижения веса. Для начала мы должны просто измерить стартовой. Потому что иногда бывает так, например, жители больших городов часто, несмотря на то, что считают, что у них малоподвижный образ жизни, по факту у них большая физическая нагрузка. Утром до метро, вечером от метро, что-то там днем побегало, и у нее там все в порядке с шагами. А иногда бывает наоборот, когда человек мне говорит, да я как белка в колесе, да я вот весь день вот так. Мы к концу дня измеряем физическую активность, получается 800 шагов, там не 8 тысяч, а 800. Ну то есть вся ее активность исключительно нервно-психическая, и это очень мало влияет на снижение веса. Гораздо меньше, чем хотелось бы. Поэтому для начала хотя бы измерьте стартовую. Сразу хочу сказать, что тот шагомер, который в вашем телефоне, не годится. Потому что он не дает достаточно точных измерений. Потому что это настолько вообще часто не соответствует реальности, поэтому гульните. Я понимаю, что все уже настроены на Новый год и ждут от Деда Мороза каких-то подарочков. Гульните, сделайте себе подарочек пораньше или возьмите погонять у подруги просто хотя бы там на недельку посмотреть, что у вас там как. Замерьте ваш обычный образ жизни, то, как вы живете. Может быть, и не надо ничего увеличивать, его достаточно. А может быть в этом проблема. И, конечно же, мы стремимся к тому, чтобы всеми правдами и неправдами вот эта шайтан-машина к концу дня показала хотя бы 8 тысяч. Лучше, конечно, ближе к 12. Почему? Достаточная физическая активность, во-первых, она ускоряет метаболизм. Да, там фокус в чем? Много шагами не сожжешь. На самом деле, некоторые люди заблуждаются, что спортом много сжечь калорий. Обычно средняя какая-то тренировочка это 300 килокалорий в час. вот люди сжигают с такой скоростью. Там, мастер спорта сожжет 500 килокалорий в час. Ну, обычный человек сжигает где-то 300-400 килокалорий в час. Одна шоколадочка это 500-600 килокалорий. Значит, для того, чтобы сжечь плитку шоколада, нужно 2 часа тренироваться. Обычно я предлагаю здесь задуматься, а сколько нужно времени для того, чтобы съесть плитку шоколада? Люди мне говорят, Сергей Махачев, да мы не такие. Да мы уже даже не знаем, как он выглядит, этот шоколад-то вообще. Мы уже все это отвергли, вот это все. Мы обезжиренный какао ваш завариваем и прекрасно вообще спасаемся. И не нужен нам никакой вот этот вообще шоколад. Смысл в чем? смысл в том, что, к сожалению, съедаются калории очень быстро, а сжигаются они очень медленно. То есть, это прямо несопоставимо. И вот эти вот иллюзии о том, что при помощи спорта я что-то там сожгу, они ведут нас в пропасть. Она думает, ну, у нас даже на сайте есть калькулятор, сколько нужно шагать, чтобы сжечь продукт. У нас там есть такой, вы там водите какой-то продукт и программа говорит, тут шагать нужно столько-то. ну, то есть, там, мы не для того, чтобы как бы людям облегчить страдания или как бы расплату, а для того, чтобы люди поняли, что это с ума сойти. Таблица у нас, по-моему, есть такая. Сколько, это сколько нужно отшагать, да проще, проще обезжиренный какао, проще там какие-то правильные десерты, всю оставшуюся жизнь шагать там, сколько можно-то. Конечно же, конечно же, это прям опасная такая мысль, что, дескать, я потом все равно сожгу. Нет, в основном мы худеем за счет чего? Когда человек немножечко погулял перед сном. Оптимальное время, это как бы необязательно, можно гулять днем, можно гулять утром, но, например, где-то за три часа до сна и не позднее, чем за два часа до сна. Где-то вот в этом диапазоне легкая прогулка. Почему? Потому что, во-первых, если гулять позднее, чем два часа до сна, это может влиять на сон. То есть, как-то она уже взбодрилась, потом фиг заснешь, уже мысли о приталином, уже какие-то планы, уже, значит, все, она в мире стройных людей, уже уснуть не могу, руки просят, руки просят что-то там слепить вкусное. Начинается вот это вот ночной дожор, вот эти какие-то поиски себя возле холодильника, вот эти какие-то вот трудности. Там нужно достаточное время, чтобы успокоиться, поэтому вечером, опять же, это снижает вечернюю тягу, это улучшает дальнейший сон. Соответственно, соответственно, если вот она сделала вот эту физическую нагрузку, то потом заснуть легче. Это вот прям какое-то оптимальное время. И понятно, 40 минут она там погуляла, сколько нам там сожгла этих калорий за 40 минут? 150 килокалорий, господи, ничто. Но этим человек создает тонус мышц. То есть, мы худеем не за счет того, что сожгли, а за счет того, что мы создаем тонус мышц, обычно он физиологически держится еще примерно сутки, и за это время дополнительно сгорает еще там 200-300 килокалорий в сутки, что уже немало. Что уже прям очень приятно, потому что это уже 20-30 граммов дополнительно жира сгорает. Это вроде бы мелочь, но в месяц это уже там еще минус килограмм добавляется на весы. Поэтому в основном мы худеем за счет тонуса мышц, поэтому убиваться и что-то чрезмерно там стараться не обязательно. Это может быть, например, утренняя зарядка. Вот ключевое слово здесь зарядка, это прям очень важный момент. Если вы подбираете физическую активность для снижения веса, физическая активность должна заканчиваться чувством бодрости, не чувством приятной усталости, не чувством, как мне говорят на телевидении, Сергей Михайлович, тренируйте речевой аппарат. На дворе трава, на траве все в дрова. Вот прям тренируйте речевой аппарат, потому что это важно для человека, который использует глаголом сжет сердца людей. Значит, не надо в дрова. Во всех смыслах этого слова. Заканчивайте тренировку с чувством бодрости. В этом секрет, в этом ключ. Потому что люди склонные к избудочному весу, им трудно на этом остановиться. Они почему-то думают, что спорт это эпидемия. Понимаете? Это должно быть какое-то самонаказание, что-то вроде самобичевания. Это должно быть что-то. Нужно страдать, ибо страданиями очистимся. Нужно как-то наказать себя за все те пищевые грехи, которые накануне совершили. Ну как? Ну ведь спорт без преодоления не достигнешь. Вот нет. Как раз фокус в том, что не надо преодолеть. Как бы можно преодолевать, но не в пищевом поведении. В пищевом поведении не нужно преодолевать себя. В пищевом поведении, ну и в поведении для снижения веса, нужно с собой договариваться. Поэтому вовремя закончить тренировку с чувством бодрости в этом секрет. Поэтому мы используем вот такое слово, как зарядка. Это может быть утренняя зарядка, просто вот какая хотите. Иногда самое простое, самая банальная ходьба под музыку. Я, конечно, всегда рекомендую блютусные наушники. Мне кажется, это прямо красота. Вот прямо в мозг втыкаются такие штуки, прямо в мозг они туда просовываются и сразу там Энрике Иглесиас как бы уговаривает вас тоже на снижение веса, как бы приглашает вас тоже на какой-то зажигательный танец и все прям меняется, и все вокруг затанцевало, и все вокруг как-то пошло дело. Как одна женщина в программе была, Сергей Михайлович, я, говорит, так мне понравилось худеть, особенно, говорит, мне понравилось, что вы гулять прям заставляете, ну прям настаиваете, потому что, во-первых, это личное время, никто ко мне не лезет, я прям иду, включила музычку, там что-то пою, по району хожу, ну там кругами, там иногда, знаете, там уже вечером страшновато, уже так совсем близко, вот маленькими кругами, хожу туда-сюда, близкие так смотрят, зайдешь вообще сегодня, или так уж, до утра будешь ходить, я говорю, не, я прям серьезно настроен, прям хорошо, хожу там, пою, у меня прям какое-то настроение, личное время у человека появилось, что-то такое с нами происходит, понимаете, когда мы физически активны, это прям снимает стресс, уходят, какие-то вот обиды, усталость, всюду прям как, вот это лучшее средство для прям снятия стресса, лимфодренажный эффект, прекрасный, очень часто после легкой физической нагрузки, который сочетается глубоким дыханием, мы видим хороший лимфодренажный эффект, потому что мышцы второе сердце, и опять же, не надо там убиваться спортом, достаточно легкой физической нагрузки для этого, и там вполне хорошо, и, что еще очень важно, достаточная физическая активность снижает тягу к еде, удивительным образом, люди, это прям исследования говорят, люди с достаточной физической активностью меньше испытывают тягу к еде, каким-то образом это влияет на наше пищевое поведение, и часто я это вижу, что снижение физической активности приводит к повышению тяги к еде, и равно, как и наоборот, стало более активно, стало там гулять, или там, иногда люди прям придумывают какое-то сложное расписание, иногда бассейн, иногда прогулка, иногда, когда уж совсем плохая погода, делаю, там, включаю на вот эти наушники и шагаю под музыку, на ютубе там есть разные вот эти вот видосы, где люди заразительно шагают под музыку, и я шагаю вместе с ними, 30 минут пошагала, и как бы все, моя совесть чиста, я прям молодец, и минус на следующий день, и тяга к еде ушла, и совесть чиста, и вообще со всех сторон вообще прекрасна, и нет чрезмерной нагрузки, что еще о чем нужно помнить, если у вас слишком большой вес, для начала выбирайте нагрузку, которая будет, ну, такая щадящая для суставов, иногда это бассейн, иногда это лежачий велосипед, иногда это йога, иногда это зарядка, йога так вообще прекрасно, потому что там нагрузки на суставы минимальные, каких-то там прыжков, там, тяжестей, там, никаких особенных нет, вообще, прям прекрасная идея, пройти какой-то там курс по йоге, научиться, и ее потом практиковать, это прям очень хорошая мысль. Что еще по физической нагрузке, о чем нужно помнить? Физическая нагрузка, как я уже сказал, улучшает сон, и если, конечно, у вас проблемы со сном, тут мы убиваем двух зайцев, и ускорение метаболизма, и лимфодренажный эффект, и хороший сон. Вы не поверите, как часто хороший сон профилактирует ночной дожор. Вовремя заснуть, или там, крепкий хороший сон, это успех снижения веса очень часто. Поэтому, конечно же, здесь мы сразу убиваем нескольких зайцев, и какая-то вот такая вечерняя прогулка, это прекрасная мысль. Здесь еще нужно помнить, что достаточная физическая активность очень важна именно для висцерального ожирения. То есть, вы наверняка все помните, что есть разные виды жироотложения у людей. Есть жироотложения по типу яблока, когда жир в основном на животе, жироотложения по типу груша, когда жир в основном на попе, и жироотложения по типу я родилась у мамы красивая, когда и на животе, и на попе, там все прекрасно, с какой стороны ни посмотри, везде красиво, везде хорошо, там прямо все нормально. И разные типы требуют разного подхода в процессе программы по снижению веса. Об этом нужно помнить. И если, например, у человека висцеральный тип ожирения, то есть в основном жир в брюшной полости находится, то очень часто такие виды ожирения хорошо реагируют именно на увеличение физической активности. Вот, да, питание это 80% успеха. Да, конечно же, это очень важно. Но, когда мы питание сочетаем с правильной физической активностью, талия прямо на глазах уменьшается. Вот мы это видим постоянно. Сегодня вот у меня в программе была женщина, которая хвасталась, что минус 18 сантиметров за месяц в талии ушло. Правильная физическая активность и питание с дефицитом калорий, конечно же, творят чудеса. Поэтому, если у вас висцеральное ожирение, если объем талии великоват, конечно же, нужно искать возможность увеличивать физическую активность. Ну и два еще последних момента. Предпоследний момент. Помните о том, что, ну люди говорят, да я согласна. Я прямо, вот Сергей Михайлович, прям смотрю ваш эфир и мысленно шагаю. Мысленно, уже с вами танцую мысленно, Сергей Михайлович. Уже прямо, уже согласна на все. Даже на сельдерей. Потому что как-то вы заразительно рассказываете. У вас, когда слушаешь, сразу, сразу совсем соглашаешься. И уже, ну, с дивана встать не могу. Что-то, что-то вот прямо мне не дает. То ли, то ли магнетизм какой-то у него патологический у дивана. То ли прям на улицу посмотришь, господи, фу, что за погода такая вообще. Настроения нет никакого. Помните, что всегда, как преодолеть вот эту диванную гравитацию. Как преодолеть вот эту вот диванную присоску. Вот это вот, вот это, которая вот не дает нам. Я всегда рекомендую, делайте это под музыку. Где-то там в вашей памяти. Открою небольшой свой секрет. Периодически мы делаем всякие такие дурацкие мотивирующие видосы. Грильяш, там, что там, ваяш лучше, чем грильяш. Врагу не сдается наш гордый варяг. Брешь не возьмешь. Вот это вот все вот мы делаем. Почему? Я все время подбираю какую-нибудь музычку, которая, как мне кажется, должна немножечко сковыривать людей с дивана. Должна что-то такое пробуждать. Какие-то признаки жизни. Как, знаете, вот что-то... О, пациент скорее жив. Смотрите. Жить будет. Надежда есть. Шевелится. Что-то там... Смотрите, она зашевелилась. Что-то вот такое вот. Мы-то думали все. А она еще, еще шевелится. Друзья мои, вот тот же самый фокус. Вы прям включаете YouTube. И прямо ищите песню вашей молодости. Вот где-то там она есть. Я не знаю, что это будет. Но где-то там есть песня. Есть какая-то музыка, которая поднимет вас с дивана. Может... Я не знаю, что это будет. Может, это Кобзон будет. Может быть, там... Ну, сейчас половина моих зрителей скажет, это кто такой вообще? Сергей Михайлович, мы не жили тогда. Что еще за Кобзон-то? Нет, мы тут там... Ну, тут все 18 слегка плюс. 18 с маленьким плюсом. Мы такого не помним вообще. Но где-то там есть музыка, которая поднимет вас с дивана. Поэтому прямо музыка поможет вам подняться с дивана. Найдите вот эту мелодию. Найдите вот это вот что-то там же. Это же воспоминание. Это же настроение какое-то. Это же есть в этом какой-то магнетизм. И вам будет гораздо легче. И шагать под музыку легче. И все такое. Ну и последнее. Наверное, важная, самая важная мысль сегодняшнего эфира, которую я хочу, чтобы вы запомнили, учитывая то, что, вероятно, на нас движется плохая погода, вероятно, на нас движутся опять какие-то карантинные ограничения, запомните, пожалуйста, очень важную вещь. Очень многие пищевые грехи вам простятся, если вы физически активны. Если у вас на шагомере 8-12 тысяч шагов, а лучше больше. Очень многие пищевые грехи вам простятся, если вы физически активны. Малейшее, вот просто, вот, это даже не грех. Это так, господи, тьфу, это что? Малейшее какое-то пищевое нарушение, лежа на диване, приведет к плюсу на весах. Это удивительный метаболический, физиологический феномен. Но по уровню физической активности, по тому, насколько вы физически, насколько работают ваши мышцы, потому что там очень все в организме сложно, и взаимосвязано. Но принцип очень простой. Уровень физической активности как бы подсказывает вашему организму, куда девать избытки энергии. Ну, то есть, вы съели что-то лишнее, организм думает, что с этим делать? Если вы накануне были физически активны, организм думает, что вы газель, что вы снежный барс, что вы какое-то очень физически активное какое-то существо. И эти излишки энергии направляет в гликоген. Ну, то есть, чтобы их потом сжечь. Если вы лежали на диване, организм предполагает, что, ну, как бы, ну, ну, как бы, ну, не то чтобы тюлень. Это как бы нет. Женщина мне сегодня на программе по снижению веса говорит, спасибо, Сергей Михайлович, огромное вам за этот месяц. Моя самооценка очень сильно улучшилась. Если раньше я себя обзывала совсем уж плохими словами, то сейчас я просто говорю, мини-пик, просто вот так говорю, мини-пик, вот так я себя, я стала к себе гораздо мягче относиться и как бы даже, даже вот поддерживаю себя вот такими добрыми поддерживающими словами. Вот не как, как раньше я вот себя вот могла вот так вот. А сейчас вот по-другому. Смысл в чем? Смысл в том, что если вы физически активны, организм, даже какие-то пищевые нарушения, даже что-то вы прихватили лишнего, с большой вероятностью он будет все это метаболизировать. Но если резко снижается физическая активность, даже по уважительной причине, очень вероятно, что организм будет все это откладывать. Поэтому сейчас самое время задуматься о коврике для йоги, о блютусных наушниках, о новых непромокаемых кроссовках, о каких-нибудь остро заточенных палках для скандинавской ходьбы, о разгрузить велотренажерчик или беговую дорожку. Ведь у половины из вас прямо сейчас где-то там в доме есть беговая дорожка. Обычно люди говорят, да, прям на ней компоты как раз стоят. Вот, Сергей Михайлович, как вы учите? Прям делаем компоты пектиновые, нормально крутим все, капусту квасим, все там прям, и одежда сверху сушится хорошо. Друзья мои, осень, самое время раскапывать беговую дорожку, втыкать в мозг блютусные наушники, и, значит, слушаете веселую музыку и поете. Во-первых, это бесит окружающих, а во-вторых, там, когда вот ты слушаешь музыку и поешь, кажется, что ты поешь просто прекрасно. Не делайте этого в транспорте. Хотя, господи, если вам никто не уступает место, это делайте. Вот, друзья мои, очень важные моменты, на которые я хотел обратить ваше внимание в процессе снижения веса. Очень многие грехи вам простятся, если вы физически активны. Более того, когда вы уже сбросили вес, когда вы сохраняете результат, уровень физической активности, достаточный уровень, это один из таких важных прогнозических факторов, которые говорят о том, что, да, такой человек будет сохранять вес. Поэтому, конечно же, обратите внимание на шагомер, конечно же, думайте над тем, как быть более подвижным. Женщина говорит, у меня на работе обеденный перерыв, это свальный, обжорный грех. Просто вообще все, все это достают, начинают все это есть, как римские патриции, значит, ложатся на бок, в полурасслабленном виде, и вот это все вот поедают, просто какой-то вот, сатурналии какие-то, не побоюсь этого слова, а не обеденный перерыв. Начинают все это разогревать в микроволновках, все это пахнет отвратительно, короче, кошмар. Я быстренько по метаболическому принципу и пошла, значит, гуляю, дышу воздухом, шуршу листвой. Прямо и горжусь собой, и шагов сделала, и прихожу после обеденного перерыва, а там, знаете, как вот, как эта картина, что там у нас, утро после, как это называется, утро после Бородинской битвы, вот это вот все. Повсюду упавшие, наеты, стоны, кряхтения, и я одна там живой человек, бодрая, веселая, с хорошим настроением. Спасибо всем, кто смотрел до конца. Счастья вам, всего приталенного, ешьте на здоровье, ешьте по метаболическому принципу, всего доброго, пока-пока. В эфире наше стройное радио.